Привет, друзья мои! Хачапури по аджатке. Это не так сложно, как вам кажется. Здесь у меня мука полкило. На полкило муки я использую натуральные дрожжи за расчета 3-5% от муки, количества муки. Здесь у меня прядка 20 грамм. Если сухие, то где-то в два раза меньше. Тут у меня два вида сыра. Сулугуни, всего побольше и чуть поменьше адыгейского. Щепотку соли, щепотку сахара. Стаканчик, ну тут грамм 250, наверное. Теплой воды, два яйца, немножко растительного масла и сливочное. Давайте замесим тесто. Оно должно постоять. Часочек-два. Начнем. Водички сюда. Я люблю руками размешивать дрожжи. Сюда же сахар, соль, щепотку. Потихонечку добавляем муки и размешиваем. Ложку уже не промешать, переходим на ручное управление, перемешивание. Если очень тугое, как вам кажется, тесто, то можно добавить несколько капель экологички. В процессе добавлю растительного масла немножко. Это правильно, грамм 10, наверное. Уже запах дрожжей и теста. Немножечко муки вниз. Положим тесто и присыпем немножко сверху, чтобы оно не заветливалось. Закроем сверху плаченчиком, чистеньким. И оставляем в сторону на час, на два. Пока подготовим сыр, терку. Вот лучше, чем крупнее, тем лучше. Или сидеть руками ломать. Сами выбирайте. Пока руками перемешаем. Сюда яйцо добавляем. Немножко воды. Перемешиваем. Смесь готова. Ждем тесто. Ну, други мои, почти два часа прошло. Тесто у нас поднялось. Давайте приступим к нему. Я разделю его, наверное, на две части. Так вот. Делаем такую лодочку. Сюда внутрь. Кладем сырную нашу начиночку. Может быть, не очень красиво, но будет по-домашнему вкусно. Аккуратненько кладем на противень. Второй я раскатаю. Так, я возьму сыр. Сделаю вот такими брусочками. И в бортике закатаем его. Раздвигаем лодочку. И вот этот оставшийся сыр весь сюда. Также на противень его и в духовку. Духовка у меня разогрета на самую большую. Ну, самая большая, к сожалению, там 240 градусов. Если у вас 270, замечательно. По времени не знаю, до готовности. Смотрите, как сыр там подплавится, такой корочкой красивой покроется. Готово. Теперь что делаем? В середине дырочку. Здесь и здесь. Взбиваем туда яичко. Яйцо, извиняюсь, не яичко. Ставлю духовку на одну минуту, не больше, чтобы чуть-чуть прихватились. Теперь что делаем? Берем масло сливочное обязательно. И вот большими кусками так вот делаем. А тот самый уважаемый из старшей семье человек должен делать вот что. Только он делает. Перемешивать это все. И вот это вот. На самом деле хачапури с 19-го года включен статус нематериального наследия Грузии. В общем-то как памятник считается уже. И делается он немножко по-другому. Сулугуни не добавляют. Это мы добавляем. Сюда идет эмеретинский сыр. Очень сложное название у него, я просто не выговорю. И у нас его нет, к сожалению. И мясо, ой, мясо, господи. И тесто не дрожжевое, а на мацоне там настаивается. Но тем не менее, ребят, это вкусно. Я хочу попробовать вот этот вот с сырком, который внутри. Обалденно вкусно. Попробуйте. Такой простой вариант, быстрый. Ну как быстро? Конечно, надо подождать два часа, пока настоящее тесто. А так вкусно, быстро, относительно недорого. Сулугуни, недорогой сыр. Спасибо вам, что забегали, что смотрели, что, возможно, пробовали со мной. Не забывайте, подписывайтесь, пальчики вверх. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok